У нас у балаклавских пенсионеров, да, пожалуй, и не только у пенсионеров, а у всех граждан, кто проживает в Кадыковском комбинате, имеется транспортная проблема. Нас очень плохо обслуживает транспортная инфраструктура. К нам почему-то ходит только один 183-й автобус. Он ходит с интервалом полтора часа. Это очень редко. И у нас в этом микрорайоне нет банков, нет парикмахерских, нет магазинов, рынка, нет ресторанов. Даже пуговицу купить, мы должны ехать в город на пятый километр. Нам нужен транспорт такой же, как у девятки, с интервалом таким же, как девятка. Раньше к нам ходил 97-й автобус, но почему-то его отменили. У него был маршрут за дело от Кадыковского комбината до пятого километра. Мы успевали доехать за 15 минут. А сейчас нас зачем-то возят на Первомайку, в эту деревню. С Первомайки этот автобус идет на пятый километр. И того длительность маршрута 40 минут. Нас это никак не устраивает. И потом, мы вообще-то, получается, микрорайон не только богом забытым, но и властью тоже совершенно не обращает внимания на наши проблемы. Здесь нет, вот я говорю, ни рынков, ни магазинов, и транспорт не ходит. Мы обращались в транспортную инфраструктуру, товарищу Козину с проблемой. И подписывали письмо. Там было около 100 подписей. И написали ему, дайте нам 97-й автобус. Если вам мало, что подписало 100 человек, мы 1000 подпишем. Дайте нам, пожалуйста, этот автобус. Мы получили отказ. Ну и вообще с транспортом очень сложно в городе. Вот, например, мы, балаклавцы, имеем дачи за селом Орлином, в Козеловом. Нам тоже туда не ходит автобус. Доезжает только до 4-го километра, до Орлиного. И от Орлиного 4 километра мы идем в свое Козелово пешком. Но кругом санкции. На транспорт Козеловым транспорт, на транспорт санкции, на полив наших участков тоже санкции. Председатель не дает воду. И получается так, все при санкциях, а 50 гектар у нас гуляет, мы не можем ни посадить ни огороды, ни полить ничего. Кто-то же когда-то должен нам помочь прекратить эти санкции. Что не меньше чиновник, тем больше санкции. Когда-то это нужно, этому положить конец. У нас ходил 27-й, 98-й ходил. 97-й. Ну он был 98-й, потом 97-й. Вот прямо на 5-й. А сейчас нас возят по всей вот этой Балаклаве, через Винзавод, Первомайку. И в два раза дольше получается путь наш. На экскурсию возят. Да, на экскурсию. В эту деревню вот возят. И обратно тоже так же. Больше транспорта никакого нет. Первомайский автобус весь занят. В Первомайске на нас кричат. Да, когда автобус приходит на Первомайку, с нами, балаклавцами, первомайские жители кричат, что вы весь автобус заняли, мы на работу едем, мы опаздываем. И порою тоже не входят в автобус, остаются. Ну или набиваются автобусы такой степени, что дышать там невозможно. Первомайским тоже нужно ехать в город. И вот мы, два народа, сталкиваемся в этой Первомайке, едем на пятый километр. И Первомайцам тоже вот не нравится, что мы туда ездим. В 7.15 утра начинается ходить нам, от нас транспорт из Кадыковского комбината с интервалом полтора часа. Ходит он до шести вечера. И представьте себе, что в шесть вечера, когда в Кадыковке нет освещения на улицах, мы идем пешком от улицы Новиков, мы поднимаемся пешком с сумками, с разными рюкзаками, идем в гору пешком по темноте. Это вообще уже непорядок. Хоть бы освещение было какое-то. А то и освещение-то на некоторых столбах есть, но его отключат, и мы совсем ходим в темноте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ